Сергей Волков также является педагогом русского языка и литературы в одной из московских школ. Поэтому знакомство с гостем началось через разбор абсурдной литературы. Так, через стихотворение Заболоцкого, главный редактор журнала «Литература», объяснил старшеклассникам, что каждое произведение нужно не просто читать, но и уметь его понимать. Ведь от способности пропускать через себя смысл сюжета и правильно его объяснять, может зависеть итог написания итогового сочинения. Оцениваться творческий экзамен будет по системе «Зачет-незачет» с правом пересдачи. Объем сочинения 350 слов. Сочинение будет проявляться по пяти критериям. Два важных критерия, без которых нельзя будет получить зачет за это сочинение, это соответствие теме, в каком смысле ребенок рассуждает о том, о чем его спросили. И второй критерий обязательный – это опора на литературное произведение. Вот что, несмотря на то, что это экзамен не по литературе, рассуждая об общей человеческой проблеме, он должен апеллировать, причем не просто называть и говорить, что вот есть такая книжка и все. Он должен хотя бы что-то о ней рассказать, как-то ее проанализировать. Ну и дальше такие общепонятные критерии, насколько логично построен текст, насколько хороша речь его, богата и разнообразна. И пятый критерий – это грамотность. Размышления выпускников будут сканироваться и храниться четыре года. При этом вузы получат право запрашивать любую информацию по сочинениям своих абитуриентов или студентов. Проверять силы учеников в эпистолярном жанре по темам общечеловеческих проблем будут их же педагоги. Ну а познакомиться с приблизительными темами учителя, школьники и их родители могут на сайтах Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора и Министерства образования.